Приветствую вас, и отъезжаю на первый вопрос, почему Стрекрос ведет себя так с вами, почему она сравнивает вас с собой, можно увидеть так, что она соперничает, она отчаянно ревнует вас к вашему мужу, к своему сыну, она не хочет, чтобы внимание ее сына было обречнено к кого-то, кроме нее самого, потому что ей самой внимания не хватает, ей самой нужна значимость, нужно быть в центре внимания, нужно быть любимой, нужно быть всегда больной, чтобы над ней постоянно похлопотаться. По сути, такого человека можно назвать личностью эстероидного типа, очень сильно зависящего от внимания окружающих, и вероятно в вас она видит угрозу этому самому вниманию, что и провоцирует ее на такое поведение. Далее, улучшить отношения именно со своей кровью у вас не получится никак, потому что женщина 60 лет не способна изменять свое восприятие, свои взгляды, так как они у нее устоялись давно, и нельзя говорить о том, что человек их поменяет, что бы вы ни делали, как бы вы себя не вели, и что бы ни говорили. Здесь есть только один вариант. Мужчина, ваш муж, как глава семьи, берет на себя ответственность за охрану вашей семьи и устанавливает границы, в которые есть в крови, в ход вас пришел. Если мужчина вашу семью не охраняет, не устанавливает границы и позволяет своей маме делать все, что хочет, оскорблять вас и так далее, это означает, что мужчина свои обязанности по защите семьи не выполняет должным образом, и вам надо откровенно с ним разговаривать, говоря так, что твоя мама, безусловно, твоя мама, но избавь меня от какого-либо с ней контакта и диалогов. Я не хочу с ней видеться, потому что она постоянно скандалит, меня оскорбляет и так далее. Если мужчина вас любит, если он дорожит вами, он все видит, хочет сам, соответственно, он воспримет вашу просьбу, как имеющий право на существование и сделает соответствующие выводы, установит границы и не позволит своей маме их нарушать. Если он не дорожит вами, если он недостаточно сильно любит ваша ребенка, то тогда вам ничего не остается, кроме как от него уходить и показывать, что вы не собираетесь это терпеть. А другого варианта, к сожалению, попросту в данном случае не существует, кроме несколько абстрактного, это изменение своего отношения к крови и понимания того, почему она так себя ведет. В принципе, я назвал основные причины, как она так себя ведет и вдобавок могу только сказать, что она чувствует себя очень одинокой и вам ее нужно пожалеть. Но вот в чем беда. Вы можете ее жалеть, вы можете менять к ней свое отношение, но если мужчина не защищает вас, ребенка, свою семью перед ней, то этот мужчина не защитит вас ни перед кем. И если он не становится горой за вас, то, к сожалению, такой мужчина ненадежен, на него нельзя положиться, а в искренности его чувств можно сомневаться. Вот именно такой расклад получает из вашей ситуации и думаю, что у вас немного вариантов ее решения. Надеюсь, вы не будете доводить до нервного срыва, который у вас назревает, а примите верное решение, поговорите с мужем и будете придерживаться правильной стратегии поведения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше и буду благодарен.